Магазин автозапчастей рядом с жемчужиной. Продаем аккумуляторы по самым низким ценам. 50-ка 115 рублей. А также самые низкие цены на масла. Полусинтетика за 1 литр 5 рублей 50 копеек. На запчасти скидка 13%. Автозапчасти рядом с жемчужиной. Одна из самых популярных проруби Иордании на территории грибной базы в Новеках. Здесь всегда многолюдно и с каждым годом количество окунающихся только увеличивается. Крещенских смельчаков здесь ждут и традиционно готовятся. Каждый год мы ждем желающих 19 на крещение. У нас подготовлена купель. Готовим уху, чай. Обычно у нас до тысячи и больше посетителей, которые приходят и купаются. К преданным поклонникам купели на грибной присоединяются новички. Впрочем, кто со стажем, а кто окунается в первый раз, можно узнать только во время интервью. Все обряд омовения совершают довольно смело и уверенно. Все окунаются в Иордань по-разному. Кто-то крестится, а кто-то нет. Для кого-то важно, несмотря на холод, опуститься под воду именно три раза. А для кого-то главное – перебороть себя и окунуться хотя бы раз. Но все, с кем мы говорили, примерно одинаково описывают свои ощущения – очищение, заряд энергии и перерождение. Это было давно, когда первый раз окунулся. Ну, вот нутром хотелось, поэтому и скупнулся. И все эти годы постоянно на крещение. Уже как традиция такая получилась у нас. А давно ходите? И готовились специально? Нет, никогда не готовился. Вот спонтанно, помню, был сильный мороз, где-то по тридцаточку. Первый раз здесь скупнулся и уже больше 10 лет как бы окунаемся. Это ритуал. Это всегда надо окунаться. Так должно быть и будет всю жизнь. По всем нашим традициям. Это очень хорошая процедура, закаливание. Никогда болеть не будете в этом году. Всем советую и рекомендую. Кстати, коронавирус на количество желающих окунуться не повлиял. Многие окунания ставят выше прививки. Верят, погрузился в крещенскую воду. Болезни обойдут стороной. Многие из тех, кто не раз совершал подобное погружение, говорят, что если в воду окунаться с легким сердцем и чистыми мыслями, ни за что не заболеешь. Даже в минус 40. Заряд положительной энергии, сила. Вот вы что? Я не знаю, это уже не представляю, как наркотик какой-то. Хочется и хочется. Именно на крещение? Нет, было поначалу как-то и так. Обычные дни. Ну, как-то закалялся немножко. А сейчас на крещение стабильно. И что чувствуете? Не болеете? Никогда. Со мной даже знакомые были и дети. Ну, в такой день никто не болеет. Я даже не слышал, что кто-то заболел. Думаю, что это без вариантов. Не то, что никто не болеет и болеть не будут. Кто-то после погружения в прорубь не может подобрать слов. Другие же спокойно делятся впечатлениями, при этом не забывая позировать. Не только для камеры телеканала, но и для семейного архива. Готовились? Нет. Каждый год окунаюсь и всё. Это где-то уже, наверное, 8 лет подряд. Но у вас сегодня такая вручительная группа поддержки. Да, мы с этим готовим подрастающее покорение своё, чтобы закалялся и здоровенький рос, самое главное. А как ощущения? Отлично. Сейчас вообще замечательно просто. Как будто у нас я заново родился. Преодоление себя – религиозный мотив, прививка против болезней. У каждого свой мотив. Второй раз ничего не готовился. Окунулись, да и всё. Чего бояться? А что вы считаете, вам этот ритуал даёт? Да, ритуал как ритуал, если честно. Ну что-то же вас подвигло? Родственники подвигли, да и всё. Все ныряют, я ныряю. А на берегу всех без исключения ждала ароматная наваристая уха и горячий чай. После крещенского окунания – крещенский пикник на свежем воздухе и на позитиве. У нас каждый год приезжают люди. И все довольны нашим ухой, нашим обслуживанием. Так что приезжайте каждый год к нам. Всех с праздником и всем здоровья. Крещение – один из любимых праздников православных. Крещением заканчиваются рождественские святки. Время долгих праздников завершилось. Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозыч.